Друзья, с наступающим! Сейчас, в канун Нового года, у нас здесь на полигоне нет ни Весты, ни Соляриса, ни Рио. Это уже практически праздник, но с первого взгляда может показаться, что это самый странный сравнительный тест этого года. Lada Kalina Sport и BV325 серии E36, старая-старая заднеприводная машинка. Да, можно подумать, что сейчас я буду садиться на задние места, открывать багажник и пытаться что-то туда класть, но нет. Давайте вспомним, что автомобили для нас в авторевью, да и для вас, наших подписчиков, наверняка это что-то большее, чем просто транспортное средство. Да, в Москве сложно вспомнить об этом. Мы ездим из дома на работу, потом обратно. Пробки, камеры, реагенты, каршеринг. Ужас, кошмары, катастрофа. Но здесь белый снег, полигон. Поэтому давайте просто получим удовольствие и посмотрим, что же дает больше эмоций. Заднеприводная BMW, наверное, 99% из вас так думают, или переднеприводная Kalina. Но поверьте, здесь все не совсем так однозначно. И помните, что если сегодня в 12 ночи ко всем приезжает Дед Мороз, то в авторевью приезжает Дрифт Мороз. С наступающим, друзья! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казалось бы, что может быть скучным? Скучнее, чем Lada Kalina. По сути, это квинтэссенция того, что я здесь бы не хотел сейчас видеть в канун Нового года, да еще и на полигоне. Не стоит думать, что если это Lada и она с передним приводом, то автоматом это значит скучное. Просто нужно учиться ездить. Единственная важная доработка, которая вам нужна, это блокировка переднего дифференциала. Чтобы Lada вот так под тягой совершенно по гоночному ехала бы внутрь поворота. И никто уже не скажет, что Kalina, это значит скучно. Но вы можете учиться ездить, учиться работать с инерцией. Согласитесь, как это здорово. И, в принципе, для этого практически ничего не нужно. Это стоит очень недорого. Зато вы здорово и быстро прокачиваете свое умение водить автомобиль. Вспомните, что вы все-таки не автопилоты, вы не роботы, вы не шестереночки в Яндекс.Картах. Вы водитель. Вы должны быть с этим механизмом одним целым. Должны уметь управлять им и от этого получать удовольствие, как я сейчас, да, за рулем совершенно простой Lada Kalina. Не стоит думать, что здесь у меня на передней панели Kalina гирлянда, и значит Lada уже сломана. Мы сами ее сломали, потому что это машина с АБС, и чтобы ехать быстро по снегу и по скользкому покрытию, нужно вынимать поверхенитель АБС. И вместе с этим вы получаете вот такой вот фейерверк из тревожных пиктограмм на панели приборов. И вместе с этим у вас не работает спидометр, и вы во время ваших опытов и тренировок не будете накручивать лишний пробег. Ну, так получается. Мы никого не хотим обманывать. И тогда сброс газа, поворот руля, сброс газа, поворот руля, коррекция, сброс. Это действительно кайф. И на переднем приводе гораздо сложнее сделать ошибку. Его можно вытащить даже из очень глубокого заноса, если вовремя сработать рулем. Поэтому начинать, наверное, лучше стоит с такой машины, как эта. А с учетом того, что сейчас вокруг Москвы как грибы после первого снегопада, если вы позволите мне такую фразу, начали плодиться разнообразные спринты, то имеет смысл покупать такую машину, потому что тогда вы сможете приехать на дорогу, вроде это горная дорога полигона, и здесь уже ехать на скорость. Здесь уже от вас требуется комбинация всех ваших знаний и умений. Здесь не просто нужно ехать боком, а нужно ехать быстро, аккуратно подставляя машину, притормаживая левой ногой, искать зацеп. И блокировка, давай-давай, родная. И контрсмещение. И главное, что здесь, если мы сравним времена, которые показывает Калина, и мощная, почти 200-сильная BMW заднеприводная, то Калина намного быстрее. И только посмотрите, сколько вам тоже нужно делать разных движений, управляющих и рулем, и газами, и педалями. И всеми ногами тут чувствуете, что вы живой человек, что вы не робот, что ваши умения действительно нужны и чего-то стоят. Оп, и левой ногой мы ее подставили. Приятно же, согласитесь? По-моему, отличный способ провести новогодние каникулы. Выбирайтесь из города, да. Погода не очень в этот раз, но можно найти заснеженные дорожки. Продолжение следует... И если вы уже побежали заказывать блокировку дифференциала на вашу перенеприводную ладу, и в течение, может быть, двух-трех недель января, первых недель нового года, подумаете, что все, я уже все умею, мне скучно, то это следующий шаг. Задний привод. Да, можно купить и Жигули, но я бы все-таки советовал вам начать с BMW E36. До сих пор нет ничего лучше для того, чтобы учиться ездить на заднем приводе. Она достаточно послушная и понятная машина, но так как привод здесь все-таки сзади и очень требовательная. Мне уже сложнее гораздо рассказывать вам что-то, потому что нужно концентрироваться на управлении, когда хочешь делать тот же самый ритмический занос, который только что мы вообще без каких-либо сложностей делали на колине. Здесь точно так же надо работать с инерцией, чтобы перекладка была контролируемой. Согласитесь, это совсем не похоже на то, как вы 90% времени используете свой автомобиль. И это именно то, как его надо использовать. Да, конечно, не на дорогах общего пользования. По ощущениям, не подумайте, что я подстрекаю вас ездить боком по улицам Москвы, но поверьте, такая езда, такое управление автомобилем стоит того, чтобы ради этого рано утром встать в выходной день и уехать куда-то подальше из Москвы. Тем более, что зима все-таки придет, и вот-вот замерзнут водоемы, и там можно будет поучиться управлять автомобилем. Но, конечно, если говорить о чистой скорости, если вас заинтересовала тема любительского зимнего автоспорта, то передний привод быстрее. Да, этот интереснее, но участников больше в переднеприводном зачете, скорости выше, и сам градус соревнований, конечно, там более высокий. Я думаю, там будет поинтереснее. Но такая машина для души – это просто must-have, если вы подписчик нашего канала и также любите машины, как любим мы их в авторевью. Хочу пожелать, чтобы в новом году как можно у большего числа из вас перед капотом была именно такая дорога. Скользкая, пустая, безопасная, и вы бы могли и чему-то новому научиться, и получить максимальное удовольствие от автомобиля. К слову, ремарка про Е36. Такая же машина есть и у Алексея Лукинюка, и он до сих пор считает ее одним из лучших учебно-тренировочных аппаратов. Причем у него даже 4-цилиндровая версия со слабеньким мотором, потому что зимой, в принципе, вам не нужно много мощности. Вся она пойдет на то, чтобы просто в пустую шлифовать лед даже на хороших шинах. Но если вы все-таки захотите куда-нибудь в какой-нибудь спринт поехать, то, конечно же, велкам. Да, вы не сможете бросить по времени конкуренцию переднему приводу, но только посмотрите, как вам там будет сложно и интересно. Здесь на Калини вообще ничего не происходило, а я уже сделал столько действий рулем и газом, и спасаюсь сцеплением. Да, мы едем медленнее, но интереса выше крыши. Иногда бывает и так. К слову, Е36 достаточно простая среди заднеприводных машин с точки зрения управления, потому что у нее большой угол поворота передних колес, все итерации скольжения развиваются плавно. Единственный момент – длинная рулевая рейка. Зато вы научитесь быстро крутить руль. Это очень полезно. И быстро выжимать сцепление. И главное помните, что мы в Авторевью умеем не только загружать багажники шариками или мерить клиренсы. Мы действительно любим автомобили и любим управлять ими. И желаю вам в новом году открыть в автомобиле друга или учебный инструмент и видеть в нем отнюдь не только простое транспортное средство. С Новым годом, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!